По воскресеньям, летом и зимою, вдова ходила с нею к Покрову и становилась перед толпою укрылась налево. Я живу, теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну, к Покрову, и в воскресенье там слушать русское богослужение. Александр Сергеевич Пушкин, домик в Коломне. И именно здесь упоминается Покровский храм, который когда-то стоял на месте вот этой стеллы. Мы с вами находимся на бывшей Покровской площади, которая сейчас называется Площадью Тургенева. Дело в том, что в местах этих Тургенев никогда не жил, но просто чтобы увековечить его имя, эту площадь уже в наше время назвали Площадью Тургенева. Раньше она была Покровская именно по названию вот этого храма, Покрова Пресвятой Богородицы, который стоял на этом месте. И именно сюда ходил на богослужение Александр Сергеевич Пушкин. Сюда ходили его родители, потому что неподалеку они жили. И сегодня я вам планирую этот адрес показать. Храм этот был таким центрообразующим, скажем так, местом Большой Коломны. Напомню, что Коломна – это не город под Москвой, как многие путают. В данном случае это муниципальный округ или это просто какая-то часть территории Петербурга. Вот это, в которой мы сейчас находимся. Делится она на две Коломны, малую и большую. Причем забавный факт, что Большая Коломна, она по площади меньше, чем малая. И вот здесь, в центре Большой Коломны, находился раньше вот этот вот храм. Снесли его так же, как и остальные храмы в 30-е годы. Сносили очень сложно по воспоминаниям современников. Кто это видел, это были такие муки, потому что построен он был на совесть. Замешан был раствор на яичных желтках. Да и вообще, в то время, во время существования храма, он был не просто местом, где молились люди, но еще и там находилась богадельня, приют для сирот, бесплатная столовая для страждущих. Ну и, конечно же, церковно-приходская школа. То есть, это такой был, можно сказать, культурный центр, или, можно сказать, многофункциональный центр этого района. Вот если обратить внимание на домик слева, ничего он такого не означает, кроме того, что Пушкинский Петербург в пушкинскую эпоху выглядел примерно так. Вот такая вот застройка, уровень двух этажей, и не более того. То есть, потом многие дома, многие доходные дома, они достраивались и перестраивались. Соответственно, дополнительные этажи появлялись уже впоследствии. В этом районе, дело в том, что он был, ну, скажем так, непрестижный, потому что престижные районы – это большая морская улица, малая морская улица, миллионная, ну, то есть, поближе к Зимнему дворцу. Там было, естественно, дорого. Здесь были квартиры дешевле. Пойдем, пожалуй, через дворы немножечко пройдемся. И в этой части города селились преимущественно обыкновенные мастеровые люди, которые приходили из самых разных губерний сюда наниматься на работу. По-иному Петербург в то время еще называли большой мастерской, потому что работы здесь было всегда достаточно много. Город активно рос, строился, ну, и, соответственно, рабочая сила была нужна. Людям нужны были деньги на то, чтобы выжить. Вот сюда и приходили. Бедняки и люди с умеренным достатком, купцы, чиновники средней руки, ремесленники, мещане и крестьяне, занимавшиеся мелкой торговлей. Ну, то есть, собственно, те, кто в этом районе селился. Еще я вам хочу зачитать один небольшой отрывочек. Вот, кстати, как красиво здесь, в уголках Коломны. Кстати, название Коломны я не сказала. Есть несколько версий происхождения этого названия. Одно из них, что крестьяне из села Коломенского приходили и селились здесь. Ну, впрочем, в Петербурге разнообразные пришлые люди селились такими кварталами, ну, скажем так, по местам, откуда они приходили. Вот ярославцы вместе, из Твери, допустим, вместе, ну, там и так далее. Соответственно, из Коломенского якобы селились в этом районе. Но есть и совершенно другая теория, что в этом месте землю нарезали такими колоннами, ну, то есть, негими участками от итальянского колонна и еще несколько разных версий происхождения этого названия. Вот отсюда Коломна. Ну, это все, скажем так, не стопроцентные теории. Так вот, чтобы понять, какие здесь были дома и какая здесь была публика, можно привести в пример историю молодого Гоголя, отвлекаясь немного от Пушкина, который в 1820-х годах снимал квартиру в Большой Мещанской улице, а это здесь совсем неподалеку. В доме каретного мастера Ехима рассказывал в одном из писем матери. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну маршман де мод, имеется в виду модистку, сапожника чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, деготировщика, красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную павильную бабку. И, конечно, натурально этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. Ну, то есть, можете себе представить, что в каждом таком доходном доме было достаточно много сдаваемых квартир и комнат, и даже углов отсюда нанимать от жильцов. Вот у Достоевского мы читаем в начале «Преступление и наказание», что Раскольников снимал от жильцов. То есть, это вот субаренда. И каждый такой дом населялся вот этой вот самой разнообразной пестрой публикой, самых простых профессий. Ну и, соответственно, внешний облик тех, кто приходил в Петербург и селился, в частности, в этом районе. Одежда мужика летом состояла из длинной пестридинной рубахи, часто красного цвета, с косым воротом, подпоясанной шерстяным кушаком или кожаным узким ремнем. Почти у каждого впереди на подпояске висел роговой гребень, железный зубчатый ключ от висячего замка и кожаный кошелек. У плотника сзади был заткнут за пояс топор, у каменотеса молот, у штукатура лопатка и терка. Широкие штаны из синей пестриди заправлялись в сыромятные сапоги с высокими голенищами или вонучи, если на ногах были лапти. В теплое время ноги оставались босыми или обутыми в опорке. Низы старых сапог, отрезанные от голенищ, на голове мужик носил поярковую шляпу с большими полями и высокой тульей, перевязанной лентой, за которую была заткнута деревянная ложка. Весной и осенью поверх рыбаки надевался темно-серый лесмур и темно-бурый кафтан. Зимней верхней одеждой служил тулуп, обувью валенки. Шляпу заменял треуг, на руках были кожаные рукавицы. Мужик стригся под горшок, носил усы и бороду. И вот так выглядели крестьяне, которые приходили в Петербург. Вот так вот выглядел простой Петербург того времени. Все, кто приходил, сдавали свои паспорта и поступали на биржу. И, собственно говоря, от этого момента они начинали наниматься на работу по профессиям. Так вот, вот этот вот недорогой и непрестижный район, когда-то, это сейчас центр города, когда-то это, можно сказать, захолустье. И селиться здесь дворянам, ну, как бы было не особо камильфо. Однако же те дворяне, а наши пушкины, они как раз к таким относились, которые нормально не умели распоряжаться своим имуществом, а, соответственно, своими расходами, не могли себе позволить квартиру вот в том дорогом и престижном районе, в районе морских улиц, например. Соответственно, пушкины в 10-х годах, это начало 19-го века, они поселились вот здесь, в Коломне, вот конкретно в этом доме. И молодой Александр Сергеевич Пушкин, который только-только окончил цирско-сельский лицей, также с ними поселился. Вот здесь у нас есть мемориальная табличка о том, что с 17-го по 20-й год он жил именно в этом доме. Да, действительно, именно в этом доме пушкины снимали квартиру, которую, в общем-то, могли себе позволить на тот момент. Здесь было 7 комнат у них во втором этаже. Если Пушкину, соответственно, его отцу и матери было здесь жить, ну, норм, то молодому Александру Сергеевичу здесь как-то было стыдновато жить. Дело в том, что тогда существовала традиция, если ты приходишь в гости к кому-нибудь, ну, просто вот тебя знакомый зовет в гости, ты ему наносишь визит, он тебя принимает, то обязательно нужно пригласить его в гости взамен. А Александр Сергеевич стыдился сюда звать кого-либо, потому что, ну, вот тут на извозчике полдня ты будешь егать. Шучу. Не полдня, конечно, это сейчас. Здесь Невский проспект, нескольких минуток езды на машине. А тогда это действительно был очень такой отдаленный район. Кстати, нет, здесь закрыто. Насколько я знаю, вот соседняя парадная, она обычно открыта. Можем сюда ненадолго зайти, хотя на самом деле тут, ну, я бы не сказала, что особенно красиво в парадной. Тут, ну, напоминает немного по сюжету любительницу Апсенто Пикассо. В общем-то, такая же угрюмая женщина. Да, тут открыто, вот. Давай зайдем на секундочку. Вот сюда заходил Александр Сергеевич Пушкин. Здесь, как хорошо, что здесь перекрасили, то есть плохо, что миллион слоев краски. Но раньше подъезд был такого темно-синего или темно-зеленого цвета. Вот, это самая натуральная печь, которая сохранилась с тех времен, потому что она когда-то работала во всю силу по назначению как печь. Вот, чтобы, соответственно, люди, которые здесь снимали квартиры, попадая в свою парадную, могли сразу попадать, соответственно, в теплые комфортные условия в холодное время года. Вот, да, вот здесь вот миллион слоев краски, конечно. Представьте себе, что когда-то эта печь была изящная и очень такая красивая. И, скорее всего, здесь господ, которые проживали на втором этаже, мог встречать, ну, например, лакей или кто-то, кто, соответственно, там эту печь разжигал. Вот, не пойдем, там ничего интересного нету, поэтому мы пойдем и выйдем отсюда. Здесь по годам, которые вот на мемориальной табличке, пойдем через дворы немножко пройдемся, опять-таки. Александр Сергеевич написал здесь Руслана и Людмилу, потому что как раз тех годов это произведение, и, скорее всего, «Оду вольность». Хотя начал он ее писать, как раз находясь в гостях у своих друзей на фонтанке, напротив Михайловского замка. То есть он смотрел на Михайловский замок и, значит, писал «Оду вольность». Произведение, которое в итоге привело его в ссылку, поскольку там недусмысленно намекается на то, что Александр I прекрасно знал о заговоре против своего папочки Павла I и о готовящемся на него, ну, в общем-то, покушении, в принципе, знал и ничего не сделал. Ну, там, естественно, версий много, знал он или нет. Ну, в общем, у Пушкина в «Оде вольность» всё достаточно прямолинейно об этом сказано. Естественно... Вот это? Нет, это, ну, один из просто дворовых флигелей. Вот эта пристройка, перемычка, она современная? Я думаю, она не современная абсолютно. Таких перемычек у нас тоже немало. Ну, одни из самых знаменитых – это вот дом Бака. Почему это делалось? Дело в том, что... Дело в том, что люди, которые снимали квартиры не окнами на улицу, а в дворовых флигелях, они... Ну, они же тоже люди. А мне, допустим, как домовладельцу, хочется сдать подороже не только то, что выходит окнами на улицу, там не так много квартир, а и то, что внутри двора тоже. Но если ты какая-то простая челядь, ты заходишь со двора, вот здесь вот входы. А если ты заходишь с улицы, то ты вроде как уже почти барин. Поэтому эти перемычки создавались, чтобы те, кто живет вот в этих вот внутренних флигелях, могли все равно зайти с улицы, красивый вход, пройти по галереи и попасть уже в свою квартиру. Таким образом, эти квартиры сразу удорожались. Больше денег для домовладельца. Вот. Поэтому таких перемычек у нас достаточно... Ну, не то чтобы прям много, но они встречаются в городе неоднократно, собственно говоря. Вот. Можем... А, нет, не можем. Можем выйти дальше там. Как известно, наш Александр Сергеевич Пушкин на одну восьмую африканец. Это правда. Его прадед Абрам Петрович Ганнибал был из эфиопских князей. Ну, точнее, его отец был эфиопским князем. Разнятся версии, каким образом он попал к Петру Первому. То ли из Константинополя его привезли, то ли перепродали в Европу. А там уже дальше он к царю попал. Ну, тем не менее, он попал к Петру Первому. Естественно, его звали никакой не Абрам, а Ибрагим. И когда он принял православие, и царь Петр его, собственно, покрестил, он стал ему крестным. Поэтому Абрам стал Петровичем. И надо сказать, что это первый случай в истории на Руси. Когда темнокожий человек, да, ну, скажем так, сделал карьеру, получил образование высшее. Он был военным инженером, он учился во Франции, то есть он был достаточно образованным. Он потом в России здесь занимался выращиванием картофеля. Ему жаловали дворянство, подарили вольную. Женился он здесь. Ну, и вообще у него все было хорошо. Из многочисленных его детей выжило всего лишь несколько, как, впрочем, у всех тогда происходило. Давай здесь перейдем, в ту сторону и тоже пройдемся через дворы, пожалуй. И вот его, получается, сын Осип был дедом нашего прекрасного Александра Сергеевича Пушкина. Так что Пушкин, он по двум своим ветвям семейным дворянин в любом случае. По Ганнибалам у них приобретенное дворянство, А вот род Пушкиных на момент рождения Александра Сергеевича уже где-то 700 лет они были дворянами. Вот. И надо сказать, что когда призывали на царство первого Романова, дворяне коллегиально подписывали бумагу вот в этом вот... об этом событии, соответственно, что его призывают на царство и просят стать царем. Так вот, в бумаге расписалось пять Пушкиных и еще двое, которые были безграмотные, просто приложились. Получается, семь человек. Так что род знаменитый, древний. Но дело в том, что это не спасло его отца и самого Александра Сергеевича от того, что... Ну, не то чтобы они прям разорились, большинство дворян жило на широкую ногу в то время. Многие из них не умели тратить деньги. Его отец был очень скупой при этом, при том, что он не умел тратить деньги, он был скупой. Из всех детей, там тоже их было несколько человек, выжили только трое. Получается, Александр наш, Ольга и Лев. По поводу скупости сохранился случай, что за обеденным столом сынок Лев разбил стакан. И Сергей Львович очень разозлился. И Лев уж сказал после этого, ну, слушайте, сколько можно расстраиваться из вот этого вот стакана за 20 копеек. Сказал, я попросил бы не 20 копеек, а 35. Но при этом денег тратить не умел. И Александр Сергеевич тоже не умел. А надо было бы, наверное. Пушкин, как известно, поступил в царско-сельский лицей. Его сюда, в Петербург, привез дядя. Лицей задумывался, кстати, как раз как учебное заведение, где будет выращиваться ну, прям цвет нации, будущие чиновники, управленцы государства. И предполагалось, что вместе с детьми дворянских фамилий будут учиться, получается, братья Александра, будущего на тот момент Александра I. То есть теоретически соучеником Пушкина мог бы быть будущий Николай I. Но лицей, еще не открывшись, не получил статус такого заведения, чтобы этих великих князей туда отправили. Их оставили на домашнем обучении. А приняли туда, собственно, только сыновей вот этих вот фамилий дворянских. Хороших, но в основном обедневших, типа Пушкина. Можем пройти мимо вот этого прекрасного куста роз. Ой, тут очень много челок. Это прекрасно. Не было единой учебной программы. Не было учебников толком. И все преподаватели лицея, ну, кто во что гораст, так и учили этих детей. А получается, по возрасту учеников это был лицей. Но по... Соответственно, как по программе обучения, которая сформировалась в процессе, это было высшее учебное заведение. Ну, то есть, по сути, Пушкин, когда в 18 лет выпустился, он получил высшее образование. Уже в лицее у него началось такое себе поведение. Он любил там и убегать, и пить вино. Показывал на спор жопу. Ну, в общем, вот так себя вел. То есть, африканские страсти его сопровождали всю его осознанную жизнь. Вот почему у него достаточно много было дуэтов. Дуэли. Считается, что более 20. Первая причем дуэль была с его соучеником и прекрасным другом Кюхельбекером. Ну, в общем-то, по тупости, естественно, Кюхельбекер вообще стрелять не умел. И вот как раз выпустившись, Александр Сергеевич и поселился в том доме на фонтанке, который я показывала. А теперь мы направляемся еще к одному дому, в котором Пушкин не жил. Ну, вот такая забавная ситуация случилась у нас в городе, и сейчас мы к нему направляемся. Интересный вопрос. Был ли Пушкин масоном? Да, был. В масонскую ложу его приняли, причем он в то время находился в Кишиневе, то есть в Кишиневскую масонскую ложу. Дело в том, что масоны, они в России появились еще во времена правления Екатерины II. Она это дело не поощряла, не подвергались гонениям, но потом императора будущего, на тот момент императора Павла I посвятили масоны, и все, естественно, прием, когда он правил, это все дело расцвело обуйным цветом. При Александре I в какой-то момент, скорее всего, он сам был масоном, и масоны продолжали свою деятельность в России, но потом он стал их опасаться, поскольку в то время в Европе масоны стали очень активно лезть в политику. Это Александру не понравилось, и он деятельность масонских лож на территории империи запретил. И как раз первой прикрыли ту самую Кишиневскую ложу, потому что она на отшибе империи, мало ли, что там в отдалении происходит. У Пушкина на тот момент осталось несколько книг масонских для учета доходов и расходов, незаполненных имеется в виду, просто как своего рода бланки, и он их потом использовал под черновики. А второй вопрос, который часто всех волнует, был ли Пушкин декабристом. Вот как раз декабристом он не был. Он, естественно, знал, что есть эти тайны общества. И, возможно, каким-то образом до него доходила информация, однако, несмотря на то, что среди декабристов было много его друзей, в частности, Кондратья Ирлеев, в декабристы Пушкина не приняли. То есть, они его не посвятили в деятельность своего тайного общества, именно потому, что считали, что он может их в какой-то момент выдать. Ну, потому что его этот быный нрав, неблагонадежность, со всех сторон он считался неблагонадежным. Ну, такая рок-звезда. И император с окружением, скажем так, его очень, ну, в общем, не то, чтобы опасались, но внимательно за ним следили. Ну, и, соответственно, декабристы именно по этой причине тоже его не приняли. И как раз вот знаменитая легенда про Зайца, который перебежал дорогу, случилась в тот момент, когда накануне восстания Пушкин ехал в гости к тому самому Рылееву, а, в общем-то, это один из тех декабристов, которого повесили впоследствии. Он ехал в Петербург к нему в гости, перебежал дорогу Заяц. Это была примета пострашнее, чем черные кошки, которые перебегут дорогу. Ну, и, соответственно, он повернул и не поехал. Вот так вот. А иначе бы неизвестно, чем это кончилось его этот путь. Давай перейдем вот сюда и взглянем на прекрасный домик за нашей спиной. Вот на этот. Здесь висит мемориальная доска. Что здесь? С 16 по 18 год жил Александр Сергеевич Пушкин. Ребята! Ну, надо сказать, что конкретно вот этот дом гораздо больше похож на такой, в котором мог бы жить Пушкин, потому что он как раз двухэтажный, с мезонином. Очень такой пушкинский конфигурация у него. Но дело в том, что именно в этом доме никогда не жил. на 300-летие Петербурга в 2003 году группа энтузиастов раскопала информацию, что Пушкин жил в Коломне, в доме Апраксина. Нашли дом Апраксина, вот этот, повесили здесь мемориальную доску. Но у нас получается ситуация, что на фонтанке висит доска, где жил Пушкин в этом доме. И здесь, на канале Грибоедова, который раньше был Екатерининским, на Канаве, в этом доме тоже жил Пушкин. При этом годы несколько совпадают и выходит так, что Пушкин якобы жил в двух домах одновременно. Но ведь этого быть не может. Но это странно было бы. Возможно, в этом доме Пушкин бывал. Не исключено. Но мы этого не знаем достоверно. Короче говоря, здесь он никогда не жил. Дом на фонтанке. Нет. Дом на фонтанке это дом изначально адмирала Клокачева, который впоследствии перешел Апраксину. И в краеведении он также может считаться домом Апраксина. И это дом Апраксина. Только Апраксинах было немало. И, соответственно, там разные имена, разные фамилии. Потом, когда через какое-то время ошибку эту обнаружили, выяснилось, что да, здесь он не жил. И табличка, повесили ее в общем по ошибке. Ну, как бы, а что делать? Вот. Чтобы табличку снять, тоже нужны какие-то санкции, согласования. Не просто так ее можно ночью отковырять и все. Ну, и, собственно, с тех пор здесь она и висит. Забавно то, что в этом доме находится отель. Ну, такой, три звезды, плюс-минус. И, в общем, этот отель позиционирует себя таким образом, что в этом доме жил Пушкин. Поживите в номере, в котором якобы когда-то жил Александр Сергеевич. Называется этот отель Пушкинский домик. Но, возможно, если бы я была владелицей отеля, в котором как будто бы жил Пушкин, еще и вот, пожалуйста, мемориальная доска висит, я бы тоже себя позиционировала так. Но почему на этом не сыграть? С другой стороны, те люди, которые здесь поселятся специально, чтобы ощутить то место, в котором когда-то жил Пушкин, они немножечко будут обмануты. Но если смотреть на это строго. Итак, сегодня буквально немножечко, немножечко вам информации про Пушкина. возможно, я еще продолжу, потому что Пушкинский Петербург, он охватывает гораздо больше мест. У нас еще есть, например, Мойка 12, о которой я обязательно еще расскажу. На этом у меня сегодня все. Будет еще много интересных историй. С вами была Ира Гид в шляпе. Сегодня у нас Пушкин немножечко в стиле стимпанк. Если хотите индивидуальную экскурсию, вы можете написать мне обличные сообщения, контакты, как обычно, в описании. Много будет еще интересных историй, я сказала? Да. Итак, всем спасибо, всем пока. Всем пока.